Доброе хорватское утро! И несмотря на то, что в данный момент сейчас мы находимся с вами в Хорватии, поговорим про Австрию, а точнее о путях иммиграции в Австрию, и один из которых мы рассмотрим сейчас. В нашу программу мы сегодня с вами пригласили прекрасного молодого человека Иван, на примере которого мы посмотрим, как же возможно иммигрировать в Австрию. Всем привет! И начнем сегодня с самого начала, то есть понятное дело, что для того, чтобы иммигрировать в Австрию, изначально нужно выучить немецкий язык, то есть дойти до определенного уровня, для того, чтобы смочь учиться в одном из университетов. И расскажи, пожалуйста, Иван, с чего все началось? Я начал учить язык в 2014 году и учил с перерывами до 2017, когда я сдал последний экзамен, последний нужный мне экзамен на уровень С1. Экзамен для поступления в австрийские университеты называется ЭПД, Against the Proof of Ausdeutsch. Сдается он в Вене или в Грации, если вы поступаете в Грации или в Вене в университет. И если вы поступаете после школы, вам нужны предметы для разницы аттестатов, так как в бывших республиках, бывших странах Советского Союза, поскольку эти страны не являются частью Европейского Союза, существует разница аттестатов, грубо говоря, существует разница в признании, грубо говоря, этих дипломов, то есть нужно сдать Against the Proof of Ausdeutsch, экзамены на разницу этих самых аттестатов. Вот, и если они сдаются в так называемом ФВУ, это как бы подготовительное отделение при венских университетах, или в ГУХ, это при Грации, вот, и если вы уже поступаете туда для сдачи этих экзаменов, вы, соответственно, сдаете и экзамен на разницу аттестатов, экзамен на знание языка, ЭПД, вот. Собственно, весь этот путь я проделывал перед тем, как я поступил в медицинский университет в Венцбруке, в котором я учился, потом я перешел, но в любом случае первый шаг – это было поступление в медицинский университет в Венцбруке. Для этого я сдавал, собственно, экзамены на разницу аттестатов, в которых было три – физика, биология и химия, и экзамен по немецкому языку, ЭПД, который по уровню, я бы сказал, когда я его сдавал, это было что-то между Б2 и Ц1, то есть если сравнивать с ГИОТО или там с ЭСД, это австрийский экзамен, вот. До этого еще в Москве, когда я заканчивал школу, в 11-м классе я сдавал ЭСД, австрийский экзамен, эстерайчес шпрах-диплом, или я не помню точно, как он переводится, но в любом случае расшифровывается точнее. Я сдавал в Москве его на уровень Б2, вот. Соответственно, после этого я сдавал данный экзамен и все. То есть мне этого было достаточно для поступления в университет. То есть, получается, по факту, вы сдавали два экзамена – это ЭСД в Москве и ЭПД в Австрии. Да, совершенно верно. Так, а здесь все понятно. Почему именно Австрия? То есть я имею в виду, есть же много других путей – Германия, Швейцария. Ну, Швейцария как бы сразу отметалась, потому что Швейцария гораздо дороже и Германии, и Австрии. Что касается Германии, ну, поскольку моя цель была поступление в медицинский изначально, соответственно, поступление в медицинский мне казалось проще и бюрократически, и в целом в Австрии. Вот, соответственно, поэтому в Австрии нужно сдать один… То есть нужно было сдать один вступительный экзамен, и этого было достаточно, кроме, естественно, всех вот этих разниц аттестатов и так далее. Но именно само поступление в медицинский включает один экзамен, он большой. Но до 2018 года его было достаточно просто сдать, поскольку была квота не ЕС для студентов, которые окончили школу в странах не ЕС. Дальше ее убрали, сейчас она как бы есть, но она включена в квоту ЕС, а квота ЕС – это студенты из Германии. То есть сейчас по факту нужно быть в числе лучших студентов из Германии. Сейчас поступление в медицинский в Австрии гораздо сложнее, чем это было несколько лет назад, когда я делал это я. Да, прошу прощения, если мы будем рассматривать само поступление и учебу в этом институте, то что было сложнее? Ну, соответственно, учеба была гораздо сложнее для меня, вот. Особенно экзамены. Ну, есть две как бы системы. В Австрии вообще есть 4 университета медицинских – это Линцградс, Вен и Инсбрук. В Вене и Инсбруке более-менее одинаковая система. Допустим, сессия университета, их сдается не разными экзаменами, а одним, который включает 8, 9, 10 предметов. То есть неважно, сколько у вас было в этот семестр, то есть все эти предметы включены в один экзамен. То есть, ну, помимо них есть еще практики, какие-то маленькие экзамены, но как бы основное – вот это. То есть за него, если как бы это что-то говорит, за него в семестр, то есть если в семестре есть 30 ЕСЦС, ЕСЦС – это European Credit Transfer System, то есть общая европейская система, грубо говоря, академических часов, вот, всего в семестре 30, за этот экзамен начисляется 15. То есть это очень много, сразу скажу, вот, этот экзамен огромный, у меня были основные проблемы с ними, с практиками было меньше гораздо проблем. То есть вы очень хорошо ориентируетесь в системе образования Австрии и, конечно же, России. Ну, какие-то представления все равно об этом есть, да? То есть что лучше, какое образование – австрийское или российское? Или есть какие-то плюсы или минусы там и там? Ну, я в России никогда не учился в университете, поэтому именно об университетах мне будет, наверное, тяжелее говорить, хотя, конечно, я имею некое представление. Вот. Но что касается университетов Австрии, в принципе, вот я сейчас учусь на биотехнологии в фахушуле Винен-Нойштадт или University of Applied Sciences в Винен-Нойштадт. Мне все нравится, потому что лекторы, ну, как профессора, очень профессиональные. Никакой, естественно, коррупции, ничего. Вот. Знания дают хорошее. Потом, что еще хорошо именно вот в системе в фахушуле – это то, что у нас очень мало студентов. То есть у нас всего 30… было больше, но сейчас осталось 32 человека. То есть я все хорошо знаю, очень персональные отношения со стороны лекторов, со стороны администрации друг с другом. То есть именно как… если сравнивать… То есть, ну, в Австрии же тоже много есть разных типов, университетов. То есть я не могу сравнивать там университет Вены. Я не учился там. То есть лишь по отзывам, да, могу там говорить. Вот. Я не учился в университетах в России. Но что касается моего нынешнего места учебы, меня как бы в целом все устраивает. А ну, а дальше уже посмотрим. Я еще как бы после этого, естественно, в магистратуру пойду. Вот. И там уже как бы тоже что-то новое, вероятно, узнаю. Ну, вот и часто вопрос наших подписчиков. Есть ли какое-то специальное отношение к российским студентам? Ну, я не… в Австрии я вообще не замечал ничего такого. То есть даже в плане бюрократии, то есть в плане визовых вопросов ничего не изменилось. То есть в Австрии, я говорю, я могу с трудом себе представить, что что-то ухудшится или что-то произойдет негативное в этом плане, потому что… Ну, потому что в Австрии это Австрия. То есть в принципе более-менее нейтральная страна, много иностранцев. И я не могу себе представить, что будут какие-то серьезные ограничения или ухудшения в плане именно российских студентов. И российские студенты наравне с другими студентами, то есть студенты из разных стран, живут в одном общежитии. Ну, то есть можете, пожалуйста, описать общежитие вот именно в Австрии? Это зависит от города и… От города, да. То есть как общежития в Австрии в принципе не связаны с университетами, как это происходит в России. То есть в России именно университет предоставляет общежитие, в Австрии такого нет. То есть в Австрии университет отдельно, все остальное отдельно. Ты сам находишь себе жилье, это может быть, естественно, общежитие. Многие находят себе ВГ. Это так называемый вонги-майншафт. То есть ты просто, грубо говоря, коннектишься, коммуницируешь с другими студентами, вот, и вы снимаете одну квартиру там на несколько человек. Или просто кто-то выселяется из уже этой квартиры, кто-то подселяется. Вот. Ну и можно, естественно, снять свое жилье, но это дороже, особенно в больших городах, типа Вены, Грация и так далее. Вот. Что касается общежития, то у меня не самое оптимальное общежитие, поскольку у меня, в принципе, довольно маленький город, поскольку у нашего университета есть несколько кампусов, и в нашем кампусе только биотехнологические программы. Вот. Основной кампус находится в городе Вина-Ной, что-то он больше, и в целом там есть, как бы, адекватное общежитие. У меня общежитие, оно, как бы, считай, оно вроде студенческое, но там живут какие-то, то есть не в моем, грубо говоря, корпусе, но в целом в общежитии живут какие-то маргинальные тоже люди. Вот. Какие-то семьи. Вот. И... Но в целом, как бы, в моем, именно со мной живут... То есть у меня отдельная комната, но я делю, например, ванную и кухню с другими людьми. Ванную делю с одним человеком, кухню еще с одним, то есть двумя. Вот. И сейчас со мной живут только студенты. Один в магистратуре, у нас также в университете, в нашем кампусе учится один. На бакалавре он на год меня... То есть на курс ми, младше, на курс ранее начал. На курс... На курс, точнее, он начал на год позднее, соответственно, на курс ранее находится. Вот. И... Ну, нормально. То есть, как бы, я говорю, мое общежитие, наверное, не оптимальное, но в Тульне, как бы, других вариантов, кроме как общежитие или снять квартиру, нет. То есть там нету большого количества общежитий, поскольку Тульн, в принципе, довольно маленький город, и студентов там не так много. Там есть научный центр, но я думаю, что кто работает в этом научном центре, в большинстве своем живут в Вене, поскольку Тульн находится рядом с Веной в 20 минутах езды. Вот. И поэтому, в принципе, не могу сказать ничего хорошего об этом общежитии, но... Кроме того, что он находится совсем рядом с моим университетом, но и плохого, как бы, тоже не могу ничего сказать. То есть нормально. Но после того, как я закончу макалавр, я буду, естественно, переселяться, потому что желание жить там, как бы... Ну и несмотря на все это, все-таки можно сэкономить, живя в общежитии, правильно? Да. Однозначно, да. То есть общежитие... В принципе, общежитие можно сравнивать, наверное, по ценам, если с ВВГ. То есть ВВГ тоже, в принципе, можно снять довольно дешевое жилье. Но, опять же, это зависит от уровня общежития, от того, с каким количеством народа ты живешь, где находится общежитие. У меня стоит... В этом году у меня стоит 330, если я не ошибаюсь. В прошлом году стоило 320, но они постоянно там на 10 евро условно повышают. Вот. Ну, за 320, за 330, в принципе, если сравнивать, в принципе, с австрийскими ценами, это неплохо. Вот. Отдельная, как бы, комната и так далее. Вот. Но я бы, как... Посоветовал ориентироваться в ценах 300-450. Опять же, в зависимости от города, от уровня, от сети общежитий. Есть сети, есть отдельные, как бы... То есть есть компания, которая управляет одним общежитием, есть сети общежитий в разных городах. Ну, я думаю, что можно и сэкономить, да. Ну, да. В любом случае, живя в общежитии, можно сэкономить. Но есть ли какие-то другие скидки для студентов или специальные программы? Да. Что касается, например, стипендий, то в Австрии их количество сильно ограничено. То есть их... Нет, фактически. То есть, ну, рассчитывать на какую-то стипендию в Австрии не стоит, но, тем не менее, образование дешевое по сравнению с остальной Европой. То есть я... То есть, ну, в фактах Шули цены отличаются от нуля до 10 тысяч евро, но, как бы, в год. Но 10 тысяч евро это, как бы, единичный случай. Я плачу 350 евро. Ну, вместе со всем получается 400, поскольку еще за какие-то там дополнительные расходы, но берут. Но вот за эти 400 евро я получу те же самые деньги, которые платят студенты все в нашем университете, то есть вне зависимости от гражданства. Но, как бы, именно... Как я говорил, в Австрии есть фах Окшуллин и есть университетен, классиши университетен. Вот. Университеты, то есть, по факту, как бы, диплом один и тот же, то есть, дегри один и тот же, вот, бейчелл оф адс, бейчелл оф сайенсис, но фах Окшуллин просто считается более практикоориентированными, грубо говоря. Вот. И в классических университетах все студенты из стран НЕЕС платят 750 евро. Мы немного померяли локацию, чтобы порадовать наших зрителей вот такими прекрасными видами Хорвазии. И мы продолжаем наш разговор. Итак, про Австрию. Да. Иван, мы знаем, что сначала вы обучались на медицинском факультете, а теперь вы сменили на биофакультет или на биотехнологии. Правильно. И что послужило вот этим вот толчком к тому, чтобы сменить университет? Ну, брать не буду, вот толчком послужило то, что я довольно долгое время находился, учился на... Блин, пожалуйста. Что послужило мотивацией вот в каком приходе? Основной мотивацией послужило то, что в течение долгого времени я не мог сдать некоторые экзамены на медицинском, поскольку, как я уже сказал, обучение получилось, оказалось гораздо тяжелее, чем поступление. Вот. И поскольку в целом мне нужно было уже переходить, в том числе по визовым вопросам, я нашел близкий факультет биотехнологии не в Инсбруке, в Нижней Австрии, в городе Тульн и перешел туда, но не могу сказать, что я сильно жалею в этом решении, поскольку биотехнологии близко все равно к медицине специальность, можно работать и в медицинской биотехнологии, и в целом обучение мне нравится больше, и оно идет гораздо лучше, то есть мне остался год до окончания бакалавра, вот, и в целом не могу сказать, что я жалею об этом решении. То есть здесь получается намного лучше и намного комфортнее обучаться, чем на медицинском. Да, то есть опять же можно от этого перейти к теме, чем отличается классический университет от факультет шули. В факультет шули гораздо меньше народа, в медицинском у нас было около 400 человек, то есть я оказывался постоянно с разными людьми на практиках, на лекциях нас было очень много, вопросы задать было гораздо труднее, чем, например, здесь, и в принципе коммуникация была хуже, она была осложнена большим количеством народа, и более хаотично все было. Вот, понятно, медицинский тоже замечательный профессия, медицинский замечательный университет, в том числе и в Инсбруке, медицина замечательная область, врач хорошая профессия, но так сложилось, что я стал заниматься биотехнологией, вот, и в целом не могу сказать, что решение далось мне тяжело, что я о нем жалею, то есть в целом все довольно прилично и здесь, вот, но при этом, опять же, я говорю, что по хокшуле, в принципе, если вы умеете много учиться, значит, грубо говоря, долго сидеть и учить материал или много времени уделять на учебу, поскольку обучение в хокшуле, оно обычно довольно интенсивно, то есть именно в хокшуле основная разница в том, что нужно, то есть, в принципе, как бы сама в хокшуле предполагает, что нужно закончить обучение за три года, в университете в принципе нет, то есть в хокшуле больше все равно как бы давление и больше сама учеба идет интенсивно и быстрее, чем в университете, в университете можно заканчивать долго, то есть основной, как бы, срок, за который надо закончить, это три года, но его можно продлевать, то есть шесть семестров, вот, но как бы он может быть продлен, это бакалавр, то есть диплом штуден, это, грубо говоря, если на российский эквивалент переводить, это специалитет, они могут длиться по-разному, то есть там есть юридический, медицинский, то есть от четырех до шести лет, но бакалавр весь в Австрии три года, то есть вот, и в университете его можно заканчивать дольше, чем в фахухшуле, поскольку в фахухшуле тоже бывают, так сказать, часто случаи, когда люди должны, когда людям приходится заканчивать дольше, но там это в любом случае продлевается в основном только на один год, в университете можно продлить на большее время. Мы знаем уже, что ты давно находишься в Австрии. Да. Сначала первое обучение, теперь второе обучение. Правильно, да. То есть срок пребывания в стране уже превысил, чем шесть лет. Пять. Пять лет превысилось. Да, немного. Можешь ли ты теперь подавать документы на гражданство Австрии? Я не могу с точностью ответить на этот вопрос. В принципе, минимальный срок нахождения в Австрии шесть лет для вообще любого, так сказать, для любой возможности подачи на гражданство. Вот. Но там есть и другие вопросы. Например, в течение шести лет надо получать постоянный доход. И непонятно, может ли этот доход, должен ли этот доход быть, грубо говоря, внутри Австрии, то есть от работы именно. Или этот доход может быть, грубо говоря, что вам присылают там родители или еще что-то, или какие-то сбережения, неважно. То есть в связи с этим я не уверен, что, например, я могу через шесть лет подавать, через шесть лет после получения первого вида на жительство подавать на гражданство. Вот. Если вы работаете в Австрии, это, грубо говоря, легче. Там срок десять лет, но в основном вы учитесь, потом работаете, вот. И срок обучения засчитывается за полгода, а срок работы уже за год. И там это все вместе включает десять лет, потому что, когда вы учитесь, у вас вид на жительство, а когда вы работаете, у вас, соответственно, виза или другой вид на жительство, и он уже рабочий. И есть разница между ними, то есть вид на жительство рабочий, он, грубо говоря, ценнее, чем вид на жительство учебной или любой другой. то есть, в принципе, можно, находясь в акции, уже начинать работать с первого года обучения? Работать, да, это не, то есть, это не будет считаться той работой, которая, собственно, дает вам какой-то определенный вид на жительство, но если у вас есть студенческий вид на жительство, вы можете работать до 20 часов в неделю, однако, нужно учитывать, что без гражданства Европейского Союза, то есть, с гражданством Европейского Союза вы можете работать сколько угодно, естественно, и где угодно, то есть, это без проблем. Вот, без гражданства вы можете работать 20 часов, и при этом вам еще нужно договориться с работодателем, если он вас берет на работу, чтобы работодатель делал вам специальное разрешение. Оно делается довольно просто, но для большинства фирм или институтов, которые не знакомы с процессом получения, это порой становится преградой, то есть, в основном, это и становится преградой, поскольку поскольку постольку сложно бывает иногда найти работу, вот, но в целом все возможно, то есть, я находил и в целом не могу сказать, что невозможно найти работу, даже если у тебя гражданство не Европейского Союза, вот, я находил. Все, он находил работодателей, которые оформляли мне данное разрешение, я говорю, поскольку, в принципе, как бы, если убедить работодателя, то оно оформляется за неделю и без каких-либо проблем. если мы рассмотрим финансовую сторону всего этого, нахождение в Австрии, в какую сумму можно уложиться в месяц? То есть, есть ли какие-то плюс-минус? Я бы сказал, что эта сумма варьируется, но, то есть, естественно, от индивидуальных потребностей и так далее, но она вращается около тысячи евро в месяц, то есть, меньше, наверное, не получится, во всяком случае, у меня не получалось никогда меньше тысячи евро в месяц, но 950 получалось один раз, но, может, она доходить и тот, тут 1200, 1300, это зависит от, естественно, жилья, от, как бы, индивидуальных потребностей, от развлечений и так далее, вот, я бы сказал, что 1000, 1200, это что-то среднее, да, в месяц. 350 уходит на общежитие? Да, 330, да. 330, если еще какие-то расходы на библиотеку, на обучение, на обучение, связанное с обучением? Да, за обучение я плачу около 400 евро в семестр, вот, обучение, как бы, это одна из самых небольших, грубо говоря, статей моих расходов, но довольно много идет, естественно, на питание, то есть, это основная, наверное, статья моих расходов, плюс на страховку, плюс, плюс на всяк, ну, на все остальное, не знаю, то есть, на какие-то там развлечения, на еще что-то, на транспорт, естественно, вот, опять же, на какие-то, на какие-то книги для университета, на канцелярские товары, вот, то есть, я бы сказал, что все вместе у меня лично выходит 1000-1200 евро в месяц. еще один закономерный вопрос, сколько же длится сам процесс подачи документов, и то есть, вот, человек решил сейчас приехать, и он начинает учиться, насколько длинно это расстояние по времени? Я бы сказал, что это, конечно, варьируется, это зависит от каждой индивидуальной ситуации, однако, я бы посоветовал, наверное, начать сбор документов за полгода до предполагаемого начала учебы, вот, но именно сбор документов, потому что подача их происходит обычно за месяц, за два, до начала обучения, однако, это зависит от многих факторов, таких как сдача вступительных испытаний, и от университета, от факультета и так далее, но я бы посоветовал, грубо говоря, как ориентир можно взять полгода, но нужно рассматривать каждую индивидуальную ситуацию, я бы так ответил на этот вопрос. Ну, предположим, если человек уже решился, все, он точно решил, что он поедет в Австрию, что он будет там учиться, можете ли вы помочь со сбором документов и с ориентированием вообще в общем процессе? Да, я мог бы помочь, но, опять же, нужно рассматривать каждую индивидуальную ситуацию, имеет ли это смысл и так далее, но в целом, да, мой ответ, да. Отлично, то есть, если вы четко намерились и поставили себе цель переезд в Австрию, либо же просто обучение в Австрии, вы можете писать на те контакты, которые будут указаны в описании к этому видео. Директ в Инстаграме, да. Директ в Инстаграм. Чего директ в Инстаграм, я же говорю, блин, ну, не знаю. Все, да? И один из вопросов, который очень интересен практически всем нашим зрителям, есть ли какой-то волшебный или специфический путь для того, чтобы быстро изучить, выучить немецкий, либо достичь какого-то определенного уровня? Я считаю, что какого-то волшебного или определенного, какого-то, да, специфического пути, чтобы выучить немецкий за безумно короткое время не существует. Однако, вы можете ускорить этот процесс тем, что вы интенсивно работаете. Второе, обязательно нужно смотреть видеоматериалы, аудиоматериалы, слушать на немецком языке. И если есть такая возможность, конечно, говорить с носителями или даже не с носителями, а, возможно, какие-то языковые клубы. То есть, важно еще говорить на немецком как можно чаще. Вот, собственно, вот эти способы, я считаю, основные. Огромная благодарность вам за то, что вы приняли участие в нашем неком интервью. Это первое интервью на нашем канале. И на самом деле вся эта информация, которую Иван нам рассказал, очень ценная. И для зрителей нашего канала она абсолютно бесплатна. Не забудьте подписываться, ставить колокольчик, ставьте лайк, это помогает в продвижении нашего канала. И на самом деле мы можем просто пойти сейчас по ПИЧАЙ. Да, вам спасибо за интервью. ПИЧАЙ. И на самом деле, мы знаем, что Это вообще самая лучшая страна в России, так как я знаю. В 4. веке был найден от ромашного мастера Марка Аureлис. И в этой стране был также Эгон Шили. Это был один из самых известных европейских и европейских кинстеров. Он был также в Туле на Донаве. Туле имеет несколько вещей с этим. Есть много музея, некоторые страны, и некоторые старые Кирки. Это не с Эггон Шиле. Но это тоже. В Нидеостралии есть очень много. Национальные парки, есть много интересных вещей в Донаве. Донаве есть один из самых крупных пленных в Европе. В Нидер-Острове, на большей площадке, есть Берги, Парки, потому что в Нидер-Острове тоже есть Альпы. Донаве можно рассмотреть на натурсчонность, потому что нет много музея. Все эти Шонности можно рассмотреть в руке? Да, я бы сказал, что это на натурсчонность. Музея тоже есть. Музея тоже. Но я бы предложил, что вы просто идите на натурсчонность. Вы можете сказать, что эти возможности только для альтера? Да, я бы сказал, что на натурсчонность можно было бы путешествовать. Я бы хотел бы не мог, чтобы было бы путешествовать. Я бы хотел бы путешествовать. Музея очень любят, если я бы хотел бы путешествовать на натурсчонность. Корректор А.Кулакова Да, именно это центром Виен, это центром Виен, это выглядит как музеум. Я хочу сказать, что в основном, что в центром Виене есть очень много, все эти домы, все эти кирки, все эти... Шонхайден, да? Да, спасибо. И музея, конечно, в Крикс-музе, в Крикс-музе и в Альбертин, в Кунингалере. И в Виене есть много музея и так далее. Виене просто, я бы сказал, это одна из самых важных стран в Европе. Поэтому Виене очень важен. 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 Но я думаю, что это очень сложно сказать, но они все хорошо, но они все-таки закрыты. В том смысле, что ты не можешь просто по-настоящему гадать. ты не можешь пить бир, но не с каждым униканным человеком. В России работает это немного легче, но я не могу сказать, что это тоже полезно в России. Это зависит от того, как экстраивает и интроивает ты себя. Да, это не возможно. Да, ты можешь, но ты очень хорошо знаком. Ты не можешь, например, с каждым униканным человеком. Но если ты с этим человеком знакомишься, то это тоже не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я бы сказал, что сегодня будет окна. Мы хотим у нас в Бург, в него вверх. Да. 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 Вдюшим. И что вы можете посетить? Какие страны будут посетить? Что будет? Что будет? Что это будет? Я думаю, что это будет виноват. Вин посетить. Salzburg, Инсburg Salzburg und Инсburg sind im Herzen von Alpen vor allem Инсburg also in Инсburg gibt es auch ganz viel zu sehen in der Stadt selbst und man kann auch auf die Berge hochsteigen und da auch da gibt es eine schöne Aussicht was Salzburg betrifft Salzburg ist eben so ein Herkunftsstadt ist die Herkunftsstadt von Mozart also ist es so eine Kunststadt, so eine Musikstadt und da ist auch viel damit verbunden und ja also in Salzburg war ich leider nur einmal selbst und das war mit Fußballspiel verbunden also deswegen kann ich auch nicht so viel über die Stadt erzählen aber es ist auch sehr sehr schön was die anderen Bundesländer und die Städte betrifft würde ich sagen man muss zum Beispiel Graz natürlich besuchen Graz ist die zweitgrößte Stadt in Österreich ja also Kärnten also alle Bundesländer haben einige haben eigene Vorteile haben eigene Sehenswürdigkeiten haben eigene also was was zu bieten aber es hängt es kommt drauf an was dem Mensch gefällt also aber natürlich diese Städte die von mir genannt wurden würde ich auf jeden Fall empfehlen zu besuchen also wir wissen genau dass es in Deutschland unterschiedliche Küchenmöglichkeiten also Besonderheiten gibt ja wie zum Beispiel Bratwurst weiße Bratwurst roten Bratwurst und alles mit Bratwurst verbunden ist ja was Österreich betrifft gibt es auch etwas Besonderes in der Küche also ich bin auch kein Spezialist in der Küche aber natürlich in Wien gibt es einige Spezialitäten wie zum Beispiel Wiener Schnitzel also keine Ahnung diese Desserten zum Beispiel Sachertorte und ja also es gibt auch einige Getränke wie zum Beispiel Alamdudler es gibt so ein es ist so ein ja österreichisches Getränk mit unterschiedlichen von unterschiedlichen Pflanzen ja also es gibt auch so eine so eine keine Ahnung weiche wie weiche Käse aber das ist ich bin mir nicht sicher also welche das ist Tiramisu vielleicht oder nein nein das ist eben Salz ich bin ich bin mir nicht sicher welche Zutaten da gibt aber das ist so ein wie eine weiche Käse ja und das heißt Liptaua also es ist ja zum Beispiel du kannst es mit dem Brot essen sowas ja ja also natürlich gibt es regional regional unterschieden regional unterschieden zum Beispiel in Tirol Tirol hat so einen Einfluss von Bayern von Italien und da gibt es auch so eine Mischungsküche also Mischung eine Mischung von der italienischen von der deutschen Küche also Tirol ist eben eher deutsch als österreichisch Tirol ist eher bayerisch als österreichisch ja zum Beispiel Tirol hat so einen größeren Einfluss von München als von Wien so ja und ja also war es einfach also natürlich muss man muss man so einige Spezialitäten in Wien also probieren aber ich kann auch nicht sagen dass ich als Student sehr oft in die Restaurants oder in Cafés gehe also ich meine natürlich war ich schon mal aber halt nicht mehr also natürlich gehe ich gar nicht also manchmal in einige in einige keine Ahnung Gasthäuser oder halt Kneippen oder sowas ja aber halt das war's naja dazu sollte man gute Voraussetzungen haben um zu leben also gute Voraussetzungen sollte man erledigen ja 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 natürlich also natürlich als Student würdest du nie in solche Plätze gehen also eh nicht natürlich manchmal also du hast jetzt mal genau solche Sportart anbeinander das heißt Fußball ja aber nicht nur Fußball ist nur einzige Möglichkeit von Studenten naja natürlich nicht also es gibt zum Beispiel ich als Student ich habe so einen Vorteil dass ich zum Beispiel es gibt so ein Universitätssportinstitut in Wien und alle Menschen die mit Universitäten oder Fachhochschulen irgendwie verbunden sind die können die Möglichkeiten von diesem Trainingsmöglichkeiten von diesem Institut verwenden also benutzen aber welcher konkret also na es gibt es gibt unterschiedliche Sportkursen und die sind alle mit Trainern und zum Beispiel du kannst sehr billig da trainieren also wenn du zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst zahlst du viel viel mehr als wenn du als Student diese Sportkursen besuchst also überlebige ja also da gibt es wirklich alles da gibt es alles vom Fußball bis diesem Harry Potter Spiel also ich habe keine Ahnung wie das gespielt wird aber halt ihr habt so einen Kurs gesehen und ich besuche zum Beispiel auch so einen Fitnessstudio Kurs es heißt Kraft und Konditionstraining also ich habe das ich besuche das also ich habe das für zwei Semester besucht und ich habe in meinen Plänen das weiter zu besuchen und ich zahle nur 40 Euro für einmal Woche Training und ich würde sagen das ist eher billiger weil also zum Beispiel die Fitnessstudien die kosten also manchmal unviel und manchmal sie sind auch schlecht bestattet also zum Beispiel und da ist alles super also keine Ahnung mir gefällt es und auch also die Kommunikationsmöglichkeit ich würde sagen also du kannst einfach diese einige also Freundschaften knüpfen oder sowas ja na klar das ist die beste Freizeitaktivität also also für mich schon ja also Sport ist Nummer 1 in Österreich also natürlich also es gibt in Österreich wie in jedem Land also unterschiedliche Aktivitäten du kannst auch ins Bass und in Clubs oder halt keine Ahnung in egal wo also keine Ahnung du kannst tanzen gehen du kannst hingen gehen alles was alles möglich ist ja also ich bevorzuge Sport ja aber halt die Menschen können alles möglich ist machen also ich würde sagen keine Ahnung du kannst mit den Menschen wandern gehen also alles möglich ist alles was du selbst findest also ich habe zum Beispiel wie sie schon wissen diese dieses Schiedsrichter Ding gefunden also zum Beispiel ich werde mal ein bisschen darüber erzählen also ich habe zum letztes September letztes Jahr September so eine Möglichkeit gefunden ich habe einfach im Internet etwas recherchiert keine Ahnung gar nicht mit dem Thema verbunden und bin auf die Werbung gestoßen da wurde gesagt dass man halt also das war so eine Promotionsaktion von von der österreichischen Fußballbund und sie haben einfach da war so ein Teil von dieser Promotionsaktion war dass jeder so ein Schiedsrichter werden kann also du kannst ich habe mich einfach beworben also nächsten am nächsten Tag wurde ich von von unserem von unserem Verband von unserem also niederösterreichischen Verband kontaktiert also von unserem das ist nicht nur also das ist das ist natürlich niederösterreichischer aber das ist nicht niederösterreichischer Verband das ist so ein Teil vom niederösterreichischen Verband und nur auf unserem Bezirk bezogen und ich wurde von jemandem kontaktiert und es wurde mir auch gesagt dass ich also es wurde mir es wurden mir die weiteren Schritte erklärt und es wurde mir gesagt was ich machen muss sowas ja ich musste einfach die Prüfung bestehen also das das inkludiert so eine das inkludiert so einen Lauftest und einen Regeltest und ja ich habe das bestanden und seitdem pfeife ich halt jede Woche die Matches und naja also das das ist auch so eine der möglichen Unterhaltungsmöglichkeiten also einerseits ist Unterhaltungsmöglichkeiten und andererseits ist eine Art von Verdienst ja also da kannst du auch viel Geld verdienen also natürlich kannst du damit nicht so viel Geld verdienen also das muss man klar machen natürlich also aber halt wenn du so ein Student bist dann kannst du so ein ja so ein bisschen Taschengeld schon naja reicht für ein paar Restaurants pro Monat also wie du willst also du kannst natürlich dann kannst du im Monat essen oder ein paar Male ins Restaurant ich würde so ein so die erste Variante bevorzugen aber halt na also natürlich also es gibt so ein bisschen Geld also ich würde sagen manchmal wenn ich glücklich bin kann ich so pro Wochenende 150 Euro verdienen also aber halt das ist auch nicht immer und diese Fußball Saison also ich pfeife vor allem die Jugendmannschaften weil ich nicht so erfahren bin also ich habe nicht so ich habe nur vor anderthalb ne vor einem Jahr vor weniger als einem Jahr begonnen also ich habe noch keine noch keinen Aufstieg erhalten aber halt ja also ich meine ich verdiene würde ich sagen 300 bis 400 pro Monat Euro pro Monat also das reicht für etwas also wenn du noch arbeitest das das ist schon so eine gute Unterstützung würde ich sagen also aber das kommt drauf an also natürlich ist es auch kein ich würde auch nicht sagen dass es so ein reiner Obe ist weil manchmal ist es auch stressig und ja du musst damit kämpfen dass manchmal du dass du manchmal nicht so viel Zeit dafür hast und so was und so weiter und so fort jedenfalls ist es eine gute Erfahrung ja Kommunikation mit Menschen ja ja du ja du ich würde sagen du singst in die reine österreichische Gesellschaft also du erfährst viel von den also viele wirklich typische österreichische Sachen also diese was zuerst die Sprache betrifft ja ja das natürlich also das das auf jeden Fall und auch keine Ahnung also einfach wirklich weißt du du kannst einfach die Menschen die österreichische Mentalität und die österreichischen Menschen viel besser kennenlernen also ich meine welche irgendwelche Situation ja also ich meine wie sie sich verhalten also die Verhaltenssachen also wirklich unterschiedlich also diese natürlich wie ich schon gesagt habe die Sprache ja und so weiter und so fort also ja es gibt ja genau also heute ist der letzte Tag in Kroatien bei dir ja also in ein paar Tage fährst du schon wieder nach Österreich morgen wozu ist genau warum bleibst du nicht da also eigentlich aber am 2. September so eine Prüfung das ist die Wiederholungsprüfung leider also ich habe letztes Semester ein bisschen überfordert ich habe zu viele Sachen genommen und also ich habe das ich habe das ja leider nicht so super gut alles zusammen geknüpft und also ja das ist einfach eine Erfahrungssache und ich habe so einen Mangel davon gehabt und deswegen muss ich eine Prüfung wiederholen aber das ist eben kein Problem also ich habe bisher nur das ist meine vierte Wiederholungsprüfung also in vier Semestern das ist wirklich wenig also angenommen dass wir jedes Semester so neun zehn Fächer haben und zweitens muss ich also habe am 22. August so eine Regeldiskussion bei unserer also bei dieser Schiedsrichter Gruppe also deswegen muss ich das auch besuchen also aber vor allem weil ich für die Prüfung viel besser in Österreich lernen kann als hier also in einer anderen Atmosphäre ja sie ist ein bisschen Erholungsatmosphäre na klar dann drücken wir drauf dass alles bestanden wird ja danke kann man halten dass die Prüfung wirklich ausgezeichnet bestanden wird also ich habe ich hoffe drauf aber halt ja sehen wir